К 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили Андрея Парахина. Такой приговор сегодня вынес Верховный суд Татарстана 33-летнему мужчине, признав его виновным в убийстве своей беременной сожительницы. Они прожили вместе меньше года. За счет девушки. Мужчина нигде не работал, при этом пил и не любил, когда его в этом упрекали. Из зала суда репортаж Нафиса Минязовой. О том, что произошло на кухне между мной и Светой, я сожалею. Очень сильно сожалею, что в тот момент я себя не сконтролировал и не сдержал свое психоэмоциональное состояние. Все произошло 1 мая этого года. Светлана, как обычно, вернулась домой. Она ежедневно таксовала, находясь на седьмом месяце беременности, кормила 12-летнего сына и сожителя. Ее также не смущало, что избранник был судим за хранение наркотиков. 33-летний Андрей Парахин работать не любил, зато любил выпить. На этой почве в семье часто случались конфликты. Как установили следователи, не выдержав упреков со стороны сожительницы, Парахин схватился за кухонный нож и ударил девушку в грудь. Затем выбежал на улицу и сообщил об этом прохожем, которые вызвали медиков и полицейских. Там же мужчина был задержан. Девушка скончалась на месте. Неродившегося ребенка спасти не смогли. Он скончался от отсутствия кислорода. Сегодня подсудимый со слезами на глазах говорил последнее слово. Близкие погибшие в его раскаяние не верят и едва сдерживают слезы. Если он должен, он должен был повернуться хотя бы, а не стоять спиной и говорить, что он раскаивается в своем преступлении. Близкие погибшие считают, что подсудимый просто прочитал подготовленный текст для того, чтобы ему смягчили приговор. И добавили, во время судебного следствия рассказывала о том, что сожительница его избивала и сама во всем виновата. Желаю хоть как-то реабилитироваться. В ходе судебного заседания подсудимый заявил, что потерпевшая неоднократно избивала его и даже резала ножом. В гособвинении в прениях запросило для подсудимого 18 лет лишения свободы, поскольку убийство произошло на глазах у двух несовершеннолетних детей. Сына погибшей и его друга. Мальчик убитый сейчас проживает с бабушкой и по словам родственников ему нанесена сильная психологическая травма. Ребенок сейчас очень страдает. Второй подросток также пострадал от увиденного. Несмотря на то, что подсудимый раскаялся и просил прощения у родственников погибшей, суд признал его виновным. И назначил его наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Нафиса Минязова, Константин Бушой. Вызов 112.